Она вся в крови, с нее капает кровь. Она говорит, что он ей разбил об голову бутылку. И что она также говорит, что она его убила. Ну, она говорит, я убила. И я говорю, я его убила. Она говорит, я его убила, я его убила. Молодая екатеринбурженка Александра весной, признавшаяся в убийстве своего сожителя Григория, неожиданно все вспомнила. И на исходе осени изменила показания. Отказалась от явки с повинной и теперь обвиняет в убийстве гражданского супруга, свою подругу детства Ксению. Почему вы изначально взяли вину в убийстве на себя? Потому что у меня было, как это сказать, шоковое состояние. В тот момент, когда я ему оказывала помощь, этот человек, который совершил это преступление, сидел напротив меня. Когда я зашла на кухню, я увидела, что Гриша был уже заколот, то есть он был весь в крови. Он повернулся ко мне, то есть от увиденного, ну, это шоковое состояние, все равно, да, я была, ну, алкоголь у меня был в крови, конечно. Первое, что я сделала, я схватила полотенце с двери, начала на него, ему наматывать. Он сел, присел, то есть она была вся в крови, и она говорила, я его убила, я его убила ножом, не знаю чем, ножом. Я ей сказала, что вызывай скорую, я кричала, что вызывай скорую, что говори на живое, чтобы они быстрее приехали. И без того резонансное уголовное дело о семейной поножовщине, судя по всему, на глазах разваливается на куски. Первая трещина в свидетельских показаниях подследственной появилась после того, как криминалисты, детально обследовав хладный труп убиенного Григория, неожиданно выяснили, что смертельная рана в шею была нанесена не кухонным ножом, как утверждала в своих первоначальных показаниях Александра, а атипичным колюще-режущим предметом, возможно, стеклом. В тот момент подозреваемая в убийстве молодая мать и бывшая детдомовка уже находилась в следственном изоляторе. Помню, как меня везли. Я помню, что я уже в кабинете следователя. И он говорит, давайте же я в пустовине. Я ему говорю, на что. Я не буду ничего писать. Я ничего не делаю. Я ничего не знаю. Доказывайте. Адвокатесу подследственной Евгению Кротову выводы криминалистов поначалу повергли в шок, потому как они поставили под сомнение слова ее клиентки. Но юристка тогда в комментариях порталу 66.ru сообщила о том, что Александра была в шоке. И все происходящее с ней и вокруг нее она видела словно на экране телевизора. Ну и детали, разумеется, не помнит. Но вряд ли тогда даже адвокатеса Александры подозревала, насколько резко ее подзащитная поменяет свои показания, вдруг вспомнив все. Но для начала очень кратко напомним события того зловещего вечера на Широкой речке в квартире дома на Суходольской. 17 апреля Александра пригласила подруг на вечеринку. Дамы уединились на кухне, пили ликер, а Григорий в одиночестве в выпиводке. Находился в другой комнате с пачерицей. Подвыпившие женщины шумели и Гриша, по признанию Александры, несколько раз забегал на кухню и жутко ругался. На нервах он якобы ударил гостью Ксению. И Александра, как хозяйка, заступилась за подругу. Схватила со стола графин, разбила его о голову любимого мужчины. А когда тот навис над ней с кулаками, женщина в шоке схватила нож и воткнула его в шею сожителя, нечаянно перерезав ему сонную артерию. Именно эту версию, разумеется, другими словами, но близко к тексту. Александра сообщила полицейским, а позже следователю. Ну, мне сказали, пиши, не морочь голову. Ты призналась, ты сказала, ты сказала, что его убила ножом. Все, пиши явку, рассказывай историю. Я рассказываю историю. У меня в подзнании вот это, что я беру графин, убью его. Потом как бы он на меня идет, я его ножом. Во время нахождения в СИЗО в голове Александры, как она сама утверждает, впервые появились сомнения. Особенно после того, как от подруги Ксении она стала получать передачи. Для меня это было странно. Зная этого человека с самого детства, не чувствуя за собой ничего, просто, да, как подруги я убила, она как бы, допустим, да, там, она моя подруга, такой бы помощи не было. Через несколько месяцев суд освободила Александру из-под стражи. Она вернулась домой. Долго не могла уснуть, вспоминая в деталях события того злосчастного вечера. Во-первых, я успокоилась. Я пришла в полное сознание вообще. Ну, как бы, спокойствие, вы сами понимаете, у меня дети, и там СИЗО это, напряг, это то, все. Здесь я успокоилась, я нахожусь, как сказать, на месте происшествия, да, где убили его, где с чего все начиналось. Я еще там понимала, что это не я, я знала, что это не я, но я не понимала, почему я говорила, что это я. Я помнила свои чувства до момента вот этого, то есть я провожала гостей, да, и я просто не могла, не было там какого-то стресса или что-то. И два дня я не спала. Я просто ходила по квартире, я вспоминала полностью детально, с чего начался этот день, ну, вот этот вечер, как мы сели, и до момента, ну, до, так сказать, до того, как меня уже увозили в дежурок. Я иду, я слышу, он говорит последнее, что я слышу, он говорит, ты что делаешь, и когда я уже захожу в кухню, я уже вижу, что с него идет кровь. Что у нее в руках, я не вижу. У меня нет в сознании, что у нее в руках осколок, это нож, бутылка, что-то. Она уже садится, то есть вниз. Он ко мне поворачивается, начинается вот, я начинаю ему помощь, он присаживается, то есть вот она рядом, за Гришей она передо мной сидит, я ее вижу, вот как пас сейчас. Как заявила об интервью порталу 66.ру Александра, она готова дать новые изобличающие подругу детства показания научной ставки и на детекторе лжи. Более того. Я готова это все подтвердить, и также я еще хочу прибегнуть к гипнозу. Что если это поможет, так сказать, доказать точную правду, что это действительно, она, я уверена, что я вспомнила именно то, что, потому что вся картина вот по полочкам досложилась. Откуда, что, как, было, зачем. Следователи и без гипнолога сами проверяют новую версию подследственной. Правда, у следствия есть проблемы. По сообщению портала 66.ру, Ксения после той ночи долго пролежала в больнице. И врачи официально подтвердили у пациентки потерю памяти. Так что в этой запутанной, дважды сенсационной и практически детективной истории пока рановато ставить финальную жирную точку. Продолжение следует...